99% молодых родителей подвергают детей опасности уже с первых дней жизни. Делают это неосознанно. Во время выписки из роддома они доверяют ребенка бабушкам, сестрам, сами перевозят на руках. Но делать это категорически запрещено. В ряде стран мира уже есть практика, когда без предъявления автолюльки забрать ребенка из роддома нельзя. Дети регулярно становятся участниками аварий. С начала года было зафиксировано 47 ДТП с участием детей пассажиров. При этом 60 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести, а трое погибли. Часто причиной оказывается халатность родителей. Согласно части 3 статьи 12.23 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение правил перевозки детей, установленных правилами дорожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3000 рублей. Эта сумма сопоставима со стоимостью детского автокресла. Более того, она покупается не на один год. Подобрать подходящий вариант помогут сотрудники магазина «Автомалыш». В наличии представлено более 120 кресел, произведенных в разных странах мира. Среди них Россия, Франция, Южная Корея и Китай. Специалисты отмечают, что первым удерживающим устройством для ребенка обычно становится автолюлька. До года она устанавливается против хода движения. Ее можно установить так, как сзади на сиденье, так же и спереди. Но если устанавливаете на переднее сиденье, подушка безопасности отключается. Многие люльки оснащены также переноской, то есть транспортировать ребенка из дома до машины и обратно можно прямо в кресле. Альтернативой люльке является универсальное кресло. Он идет группа 0, плюс 1, 2. То есть она раскладывается и устанавливается против хода движения, так же как и автолюлька. Когда вы подрастете, уверенно сядете, наберете 9 килограмм, она устанавливается по ходу движения вот в таком положении. Цветовых решений очень много. В наличии представлены самые популярные варианты. Однако под заказ доступны более 80 расцветок. Также каждое кресло в магазине «Автомалыш» соответствует европейским стандартам качества, что подтверждено соответствующими сертификатами. А гарантия действует в течение пяти лет. Стоит отметить, что для детей от 9 до 36 килограммов часто приобретают особое кресло, которое растет вместе с ребенком. По плечикам оно регулируется. Повыше, пониже подрост ребенка. Также и регулируется паховая зона. Ребенок подрастает, вы переставляете пятиточные ремни, потому что это более безопасно. Ребенок набирает 15-18 килограмм в пятиточные ремни. Сюда он уже начинает не усаживаться. И это идет вторая группа, где ребенок пристегивается обычным штатным ремнем. Когда ребенок подрастает, набирает 22 килограмма, то спинка убирается, остается бустер. В этом и универсальность этого автокресла. По статистике, 40% людей неправильно устанавливают кресло. Поэтому в магазине «Автомалыш» вам на помощь придет опытный консультант. Установку кресла он проведет быстро и бесплатно. А также покажет, как в дальнейшем сделать это самостоятельно, чтобы здоровью ребенка ничего не угрожало. Напомним, что по закону использовать удерживающее устройство нужно до достижения ребенком 11 лет. Для таких подростков разработали специальную категорию – бустеры. Рассчитано на 22 килограмм, но больше внимания акцентрировать надо на росте ребенка. Они идут от 125 сантиметров. Бустеры крепятся, как и обычным штатным ремнем, так же и на систему изофикс, как и остальные автокресла. В нашем магазине бустеры вы можете приобрести от 650 рублей, а автокресла от 2490 рублей. Стоит отметить, что цена кресла зависит от трех параметров. Комплектации. В нее могут входить дополнительные подушки для младенцев и ремни. Крепление. Помимо классического ремня, кресло может быть оснащено изофиксом. Материала. К самым распространенным относится полиэстер, а также леный велюр, который позволяет коже дышать. При этом все чехлы можно снять и постирать в обычной машинке. Выбрать кресло, которое будет идеально подходить именно вашему ребенку, можно в магазине «Автомалыш». До конца июня действует акция на удерживающее устройство для детей от года до 12 лет. Магазин «Автомалыш» работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера, без обеда, выходных и праздничных дней. Он находится в торговом центре «Алина» на третьем этаже. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».